Всем привет, друзья! С вами Маркович, мы продолжаем играть в Хаммерхельм. Сегодня мы начнём с квестов. У нас с вами совсем мало денег осталось, поэтому, чтобы строить что-то дальше, нам бы неплохо выполнять квестики. Ну и вообще, посмотрим, что есть интересненькое. Вот, например, квест на проклятые деревья. Мне прям интересно посмотреть, что они вдруг стали проклятыми и как мы с вами с этим будем справляться. Ну, а в прошлый раз мы с вами тоже построили пару зданий. В принципе, у нас появилась наша кухня, да, где готовим для работяг, и пивоварник, где пивачик гонится у нас тоже для работяг, чтобы они могли расслабиться. И улучшить себе настроение. Ну и небольшая аркировочка в мастерах произошла. У нас там Брайан любит готовить, его на кухню отправил, который с кузнецом раньше работал. А Ясика наш, который работал на кухне, отправилась сюда, в кузницу. Она у нас будет иногда хорошие вещи какие-то, возможно, делать. Вот. Ну что ж, давайте мы поговорим с Винцентом. Как раз таки всё что-то ходит-доходит. И узнаем, что такие за проклятые деревья и что с ними делать. Так, квестик. Ну, говорит, около города какие-то непонятные деревья образовались, и мы не можем добывать с них дерево. Надо бы разобраться с этим. Ну что ж, хорошо, давайте попробуем с этим разобраться. Попробуем их, собственно, срубить. Вот. Мы будем, точнее, их, видимо, рубить до тех пор, пока что-то не найдём необычное. Ну что ж, видимо, у нас с вами нет другого выхода. То ли, собственно, пойти и попробовать порубить их. Вот и первое проклятое дерево, кстати говоря. Ну давайте, будем рубить. Так, я уже нашёл какое-то, кажется, бревно проклятое. И нам, судя по всему, нужно куда-то его отнести. Ну давайте вернёмся в наш город. Возможно, на Винценту, кстати говоря. Хотя, вообще нет. Написано, что нам нужно ещё, кажется, рубить. Но мы уже что-то нашли необычное. Ну как она выглядит. Ну да, вот она, собственно, квестовый темчик. Проклятая древесина. Хм. Довольно интересно. Ну что ж. Посмотрим, куда мы с вами сейчас её принесём. Видимо, может быть, просто с другой части надо так же срубить ещё одно. Чтобы так сказать... А, нет, нет, Винцент, стоять, 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 к тебе. Вроде бы нужно обратиться. Винцент. Да погоди что ты? Как же ты убегаешь ты от меня? Так, держи. Выглядит как работа, как будто монстров поблизости. Ага. Надо найти, короче говоря, их лагерь. Ну окей, давайте, собственно, нам особо-то искать не нужно. Потому что у нас это будет всё указано сверху. На мини-карте. Но пойдём разберёмся с этими чёртовыми монстрами. Которые, уж не знаю каким образом, но портят нам нашу древесину, блин. Которая нам с вами нужна. Чтобы строить нашу деревню, чтобы она процветала, естественно. Но интересно, что это будут за монстры. Возможно, те же самые... Да? Гоблины, походу. Вот они. Тут аж целых три их. Ничего себе. Это у вас волшебник там или кто такой? Ты маг? Да, ты маг. Не, не, слушай, дружище. Ты в меня не пуляйся, пожалуйста. Своей магией дурацкой. Сейчас я тебя давай пну сначала. Меня не пинаем, пожалуйста. Так, это минус маг. Это замечательно. Если что, я буду закрываться от вас щитом. Ну давай, бей меня. Молодец. Так, теперь ты получи, пожалуй. Ну давай. Вот, хорошо. Отлетел. Нифига, что он отлетел уже издалека. Что-то поэтому... А, потому что у меня другой выделен, всё. Так, ну давайте с этим разберёмся для начала. До конца, я уже думаю. Отлично. И остался всего лишь один. Ну что ж, гад, больше не будешь портить мою древесину? Точнее, это даже не вопрос. Это утверждение. Больше ты не будешь портить мою древесину. Всё. Опа. Часть гоблина? Ладно, для трофея. Хорошо, забираем всё. И немножко кожи собрали с вами. Так, окей. Замечательно. Ну что ж, мы, видимо, возвращаемся к нашему Винсенту. И докладываем ему, что всё в порядке. Можно рубить древесину дальше. Больше она не заражена ничем. Ну, мне кажется, он уже отправился рубить древесину на самом деле. Ну, Винсент, подожди, дай мы с тобой поговорим. Дай нам денег, кстати говоря. Так. Плюс 10 всего? Серьёзно? Божь ты мой. Да, если такие квестики, конечно, будут, то мы с вами далеко особо на них не уедем. Нужно... Нужно продаваться, мне кажется. В том плане, что продавать разные крафтовые штуки. Вот. Видимо, гоблину всё-таки придётся. Но где-то нужно добывать ещё больше всяких ресурсов тогда. Чтобы были деньги. Так, 245 монет у нас с вами есть. Значит, у нас с вами два квеста ещё. Да, монстры в шахтах. И какой-то цветочный сад. Ну, давайте поговорим. Собственно, нам нужно... Где у нас Изэли, вот этот самый? Где она, где она, где она, где она, где она? Ну, в принципе... А, это же сейчас как раз-таки квест выйдет. Да, стопэ. Где ты ходишь? А, это, скорее всего, бармен наш, получается, да? Который работает здесь. Во-во, привет. Так, ну давай квестик твой посмотрим тоже. Что ли там такое случилось? Ей всегда хотелось в цветочный сад. Нужно помочь ей добыть некие цветы. Для её сада, видимо. Окей, хорошо, как скажешь. О, и, видимо, цветочный сад будет, скорее всего, я так полагаю, где-то, наверное, вот здесь. Ну, ими идут на этих местах. Прикольно. Давайте отправимся на поиски цветочков. Пособираем их. И, собственно, принесём ей, пускай... Я вижу, вдалеке там, по-любому, есть какой-то лагерь монстров, видимо. Наверное, с ними тоже нужно будет разобраться. И что, неужели с них цветы будут падать? Это будет странно, мне кажется. Ну, ладно. Так, а здесь кто вообще такой? Опа, какой-то необычный. А, это крысюки. Ну, привет, крыс. Привет, крыс. Давай, попробуй, так сказать, откуси от меня кусочек. У тебя, вряд ли, что-то получится. Мы с ними уже встречались, кстати говоря, в нашем амбаре. Как-то раз. В самом начале, можно сказать, когда только построили его. Они там, видимо, заходили провиант себе добыть, но у них ничего не получилось. Так, забираю всё, конечно же. Но и нам, видимо, не сюда. Так, по пути возможно... А, вот цветок, да? Да? Плюс цветок, кстати говоря. И нам нужно, видимо, ещё один собрать. Я уже его вижу, кстати. И там впереди ещё... Опа! Что такое лагерей-то? Нифига себе, смотри. Там прям огней довольно прилично. Там в лесу, смотрите, есть. Хорошо. Но мы с вами бежим по квесту в любом случае туда. А, нет, не туда, на самом деле, немножко. Но с ними, я думаю, тоже нужно будет разобраться. Хотя непонятно, будут ли они нам с вами как-то вредить нашему поселению. Но, возможно, будут. Сейчас узнаем. Но, в любом случае, по квесту мы с вами бежим сейчас туда. И да, скорее всего, всё-таки опять квесты какие-то появились, потому что... Ого! А что-то у вас так много-то здесь? Друзья мои, товарищи. Что-то... Нет, а не многовато ли у вас на меня одного? Так, я понял. Не-не-не. Спиной, спиной это хреновая была идея. Блин, как же сейчас неудобно, на самом деле, вот это всё выделять их. Так, все, спокойно, ребят. Давайте по одному как-нибудь. Давайте по одному. Я буду с вами разбираться. Потихонечку пытаться как-то. И мы таким образом с вами будем здесь продвигаться. Так, ну-ка давай иди сюда. Вот так вот. Так, минус один крылья, хорошо. Да что ж ты выделяешься с самого дальнего? Ё-моё, ты чего? Ох, можно ближнего выделить? Спасибо большое. Это как-то несуразно. А как же ты меня застаёшь, зараза? Я ж откажу от тебя. Так, ну один остался, с одним мы с вами разберёмся без проблем. Правда, почему-то ящик выпал уже тогда, когда мы ещё с вами одного оставили здесь. Всё. А, два ящика, ну это прям вообще супер. Ну, забирай. Так, часть крысы. У нас с вами скоро, мне кажется, инвентарь заполнится, да? Так, давай ещё здесь тоже соберём. И ещё часть крысы. Нифига себе. Две башки. 434 у нас с вами деньги, если это хорошо. Возможно, сможем что-то построить скоро. Но мы пока с вами бежим дальше цветочек собирать. Так, это, кажется, был последний цветочек. И мы отправляемся к нам в поселение отдавать Изили. Изи, короче. Короче, будем называть её Изи. Там у нас Яси, это будет Изи. Так будет проще, я думаю. Так, Изи, держи свои цветочки. И я бы очень хотел глянуть на твой сад. Спасибо, плюс 67 денег. Хорошо. Так, ну-ка, вот теперь интересно, где появился сад. Если он вообще, конечно, появился. Может быть, это что-то в доме появилось, как знать. Но вообще, я думаю, что сад, он должен быть снаружи, как бы. Но пока что-то я особо ничего не вижу здесь. Так, а где у нас Изи-то живёт? Давайте посмотрим. Так, не то, не то. Вот здесь она живёт, в этом крайнем домике. Давайте заглянем к ней и посмотрим. А, да, всё-таки здесь, как я и говорил, смотрите-ка. Ну, не то, что прям суперсад какой-то, но, тем не менее, несколько цветочков здесь появилось. Замечательно. И у нас с вами пока последний квест висит. Давайте тоже его сделаем. У нас какие-то некие монстры в пещере, точнее, в шахтах. Враги, видимо, в нашей шахте, да, опять появились. Но нужно будет пойти сейчас с ними разобраться, конечно. Ну, и опять нам с вами предлагают либо пойти просто, да, на обычный уровень, скажем так, на сейв уровень спокойный, либо к врагам. Ну, мы, конечно, к врагам идём. Нам нужно зачистить. Кто же здесь будет? Опять грибы, небось? Я пока вообще никого не вижу, честно говоря. Возможно, дальше кто-то появится. Так, всё, что я вижу, это пока руда здесь только, и всё. А, простите, что здесь опасного тогда? Если здесь, может быть, там какой-то супербосс в конце? Но, в любом случае, давайте подобываем руды, раз такое дело. Не держим, если мы сюда зашли, правильно-правильно. Заодно можно будет покрафтить потом. Прям двойная польза, знаете ли. Так, и здесь никого нет. Что ж такое-то? И от чего мы должны, извините меня, простите, прочистить нашу шахту? От руды? Руда очень опасно или что? Ладно, в любом случае, давайте. Но нет. Здесь же никого нет. Так, давайте ещё раз зайдём. О, появились грибы, смотрите-ка. Отлично. Причём тут целая пачка прямых, нифига себе. Ну, здрасте, товарищи грибы. Давайте-ка мы с вами будем разбираться. Ой, там токсичный, там токсичный чувак. Ну, вклоняйся. Фух, еле успел, жесть. Так, давай-ка наваляем этому последнему по его шляпе. Отлично, молодец, всё, вклоняемся. Так, тихо. Ты не плюйся на меня, гад. Ты на меня не плюйся. Сейчас, давай, толкну тебя. Опа. Это было странно, я сам себе хуже сделал. Я его пнул, но он почему-то куда-то в другую сторону немножко отклонился. Это очень странно. Так, давайте, ладно, добьём его, чтобы он больше не плевался. Всё, и остался один ещё товарищ. Первым мы с вами добьём нашим суперприёмчиком. Не, не добьём, видимо, почему-то он опять куда-то... Делся в никуда, знаете. Ну, ладно. Так, всё, разобрались. Отлично, минус грибы здесь. И мы потихонечку продвигаемся дальше. Здесь нас с нами опять встречают грибы, естественно. Целых два. Так, а ну-ка, получи-ка. Опа. Отведаем его клинка, как говорится, да? Давайте разберёмся с ними. Всё, это минус один. И давай, друг, подходи. Мне кажется, у тебя ничего не получится. Давай. Опа. Так. А теперь наваливаем его обычными ударами. А кто, зараза, ударил меня? Всё, минус грибы. Ну, и, видимо, остаётся последняя, так думаю, комнатка. Там тоже уже вижу грибасиков, которые я нас буду с вами встречать здесь. Сейчас с ними с вами разберёмся. И шахта, возможно, будет защищена. Может быть, ещё одна комната, не знаю. Посмотрим. Так, похоже, это было всё, да? Последние грибы. Ладно, забираем опять части грибов. Блин, как же у нас куча всего, слушайте. А что ты не забираешь? Ну, всё нормально. Так, у нас еруда есть заодно. Ещё покрафтим. Отличная кожа есть. Можно будет себе немножко броньки накатить. Ну, всё, мы с вами из шахта выходим. И мы закончили все квесты. Что у нас с вами по деньгам? 900 денег есть. Но, в принципе, что-то мы с вами сможем построить. У нас сейчас проблемы некие с одёжкой. Смотрю, да, у нас одежда заканчивается для поселения. И одежда нам с вами тоже нужна. Поэтому нам бы портного построить с вами не мешало бы. Но вопрос вот в чём. Одежда, скорее всего, из хлопка делается. Значит, нам с вами нужно будет что сделать? Нам с вами нужно будет либо на уже имеющихся грядках сделать. Да, я думаю, так и сделаем. Да, просто на одной грядке поменяем где-нибудь что-нибудь на хлопок, и всё. У нас, тем более, с вами очень много пшена сейчас получается. Я думаю, да, заменим так. Ну, ладно. В любом случае, давайте глянем, что там как строится. Так, нам нужно сейчас... Вот, Тейлор Шоп, я так понимаю, да? Да, одежду как раз-таки из Тейлора Юс, да, из хлопка. Из хлопка, замечательно. Давайте скрафтим, построим эту мастерскую, ещё одну. Она как раз помещается вот здесь, кстати говоря. Но я размещу тебя вот у тачки рядом с кузнецом. Будешь тусоваться у нас. Всё, пускай они её строят. У нас с вами сейчас что получается? У нас есть свободные люди? Три рабочих у нас сами имеется. Ну, и одного из них мы как раз-таки с вами отправим работать в партняжную. Вот так вот это здание выглядит. Тоже какой-то есть дворик небольшой, собственно. Ну, и потом мы с вами сейчас заглянем, естественно, внутрь. Поглядим, что там будет у них такое интересное. Так, ну, а пока мы давайте немножко покрафтимся. Сейчас, во-первых, нам нужно перекрафтить наши слитки. У нас там ещё руда есть, кстати, на складе. Надо будет забрать тоже. Так, и у нас есть ещё и кожа, кстати. Кожи очень много, на самом деле. У нас всего, в принципе, много, да? Смотри, у нас тут ещё продавать нужно куча всего. О, строение готово. Вот оно. Замечательно. Давайте зайдём. Внутри посмотрим, что тут есть. О, красивенько довольно-таки. Правда, опять же, кое-где трава пробирается. Но ничего страшного, я думаю. Класс, всё. У нас, по идее, сейчас будет появляться одежда тогда. У нас будет тратиться хлопок на это дело. Давайте мы сразу на этой, наверное, вот тебе, дружище, мы скажем, выращивать... ...вместо...вместо зерна мы с вами будем выращивать здесь хлопок как раз-таки. Всё, вот, хлопок появился, отлично. Давай, занимайся делом. Плюс одежда в нашем поселении. Замечательно, у нас есть пиво, у нас есть еда, у нас будет сейчас одежда. Всё прекрасно должно быть у них. Прям-таки замечательно, я думаю. Ну, а пока мы с вами вернёмся к крафту, всё-таки давайте я сейчас заберу здесь материалы, которые мне нужны. Так, мне надо... Ну, кожу заберу. Наверное, давайте. Так, и меня интересует руда. Руда, руду, руду всё забираю. Это тут больше не помещается. Грибов у нас дофига, скрафтим себе поушены. Камни миллиард тоже примерно пускай собирают ещё. Но у меня, как бы, инвентарь тоже не резиновый так-то. Поэтому мы сейчас, конечно, набрали сюда всякого разного. Надо продать. Продать. Вот у нас ещё шлем есть. Шлем. Ну, короче, всё, продадим. Всё, что не нужно будет. Окей, пока пошли себе что-нибудь сделаем. Так, что мы с вами сможем? Ну, для начала, опять же, скрафтим себе сейчас руды ещё побольше давайте. На всё, что есть. Так, 23 куска этого получается у нас с вами. Окей, у нас есть меч уже железный, да? У нас можно скрафтить щит, а можно... А, у нас ещё и шлем тоже, кстати говоря, железный имеется. Вот, можно остальные части сета скрафтить из железа. Так, по 8 слитков нужно, получается, да? И по 5 кожи. Ну, окей, давайте. Хорошо, плюс 20. Так, это у нас сюда идёт. Так, и места больше-то и нет, на самом деле, у нас, да? С местом напряжёнка. А я знаю, что я сейчас сделаю. Я сейчас перекрафчу. Так, попробую перекрафтить. Давай-ка. Потратим грибы. Вот, грибы сейчас собрят на самом месте. Отлично, замечательно. Так, и здесь ещё место будет. Вот, всё. Плюс ещё местечко есть. Хорошо. Так, давайте ещё крафтить это дальше. Пока у нас слитки не закончатся. Хорошо. Значит, скрафтили ещё две части сета. И... А что там для щита нужно? У нас с вами 7 слитков осталось всего лишь. Ну, мало уже. Слитков вряд ли на что-то хватит. Хотя... Хотя... На одну такую часть хватит, да? Так, здесь получается плюс 5. Здесь плюс 10 будет. Кпшечек у нас с вами. Угу. Ну, давайте... Давайте сделаем. Хотя бы один поправим. Такс. Одну штуку крафчу. И заменяю. Воу. Так, всё. Пока больше у нас с вами слитков нет всё равно. Надо ждать, пока они там добудут всё это дело. 185... У нас здоровье с вами того и сейчас имеется. Но не дурно, на самом деле нормально. Давайте попробуем продаваться. Сейчас бежим к нашему другу-таргашу, который здесь в лесу не подалёку от нас расположился. И посмотрим, сколько с вами с этого денег сможем выручить. Я думаю, что опять немного, как бы. Так. А у нас тем временем, получается, появляются новые квесты и новые квесты. Всё, да? Какое-то яблочное дерево. Специальные ингредиенты. И плохой отдых. Ага. Ну, сейчас будем разбираться с этим тоже тогда, как раз. Деньги получим. Здарова. Привет. Мы к тебе пришли торговать. Так. Ты будешь покупать у нас эти штуки? Да. 30 голды. 60. Итого получается. 75. 95 и 90. Ну, продаю всё тебе давай. Покупаю это. Ещё у нас 538 есть. Хорошо. Заодно немножко место освободили. Так. Это надо будет убрать на склад. В принципе, да, я думаю. Хорошо. Но пока всё. Пока всё. Что у нас с вами здесь далее в постройке идет? Есть травник, кстати говоря. После как раз таки он у нас, скажем так, по очереди, да? После нашего портного. Нам с вами не хватает немножко дерева. Деньги, в принципе, у нас с вами имеются. Можно было бы поставить его. Я думаю, мы с вами так сейчас и сделаем. Только нужно помочь им немножко. У нас как раз есть местечко, скажем так. Точнее, есть несколько ресурсов, которые мы сможем отдачь нашему городу, конечно же. Ну, и освободить таким образом себе инвентарь немножко. Так. Дерево. Дерево забирайте. Камень у вас тут тоже, собственно, есть. Склад пока ещё один строить не буду. У меня просто денег не хватает, на самом деле. Вот. Нам нужно тысячу голды. У нас 500 сейчас есть. Поэтому этим чуть попозже займёмся. Увеличением вместимости, скажем так. Вот. Ну, а пока травник тоже построим. Почему нет? Ещё бы нам наставили построить домиков побольше, потому что у нас сейчас уже... Да, Винцент, проходи. У нас сейчас притык уже, получается, рабочих. У нас два... Два, получается, обычных рабочих, которые добывают дерево и камень. И остальные все, в принципе, распределены. Кто в шахтах, кто куда, кто где работает. Ну, в общем, на полезных должностях, скажем так. Все у нас трудятся. В любом случае, давайте смотреть, значит, что у нас есть. Если я поставлю сейчас травника, да, то нам некому работать там будет. Мы можем построить домик каменный, кстати говоря. Тоже, в принципе, ресурсы имеются. Вот. Там они будут явно... Там им будет комфортнее явно жить. А, но для этого у нас с вами нужен каменчик. У нас каменчика пока нету, поэтому мы строим, собственно, деревянный дом обычный. Да, можем построить. Ладно, давайте ещё один бахнем сюда. Вот как раз здесь местечко есть. Я думаю, возле наших грядок. Так, поставим ещё один и примем к себе двух ребят. Так, ну, в принципе, обычный человек. Ну, точнее, дворф. Простите, пожалуйста. Не любит охоту, но счастлив, в принципе, замечательно. Так. Любит готовить здесь чувак у нас. И счастливый, когда город красивый, соответственно. Быстрый товарищ. Но не любит быть в шахтах. Или в других закрытых помещениях. Каустрофобия, короче, у него. Но, в принципе, нормально. Давайте возьмём этого товарища тогда и, в принципе, вот этого на обычный арбатяга сгодится. Всё, принимаем. Добро пожаловать к нам. Вот ещё, собственно, плюс домик у вас сейчас будет. Прекрасно. Также получаем свой опыт за это. Ну, и сейчас тогда будем с вами копить деньги уже непосредственно на травников и на всех прочих ребят, которые нам тоже пригодятся. Так, давайте по квестикам пройдём. Специальные ингредиенты. Поговорить с Элинг Крис. Собственно, спросить по поводу каких-то растений на ферме. Ну, давайте, давайте с этого и начнём, пожалуй. Сейчас я квест-то выделю нам, чтобы было понятно, где и кто здесь тусуется. Так, это ты? Нет, не ты. А вот ты. Ты здесь ходишь, ты у нас фермер. Ну, давай, проходи сюда. Ты нам и на дом. Что у тебя за квестик для нас? Ой. Грибы поесть, какие-то мухоморы. Так. Хорошо. Ну, нам сегодня нужно собрать это дело, так как они собираются. А, просто плюс три... А, да ладно, здесь и корени растут, ничего себе. Нифига здесь нам вырастало, смотрите. Ну, как мы, да, убеждаемся в который раз, здесь у нас такое ивентовое, получается, появляется. Растёт потом, и всё мы с вами... А, там ещё дальше даже можно, чего себе, смотрите-ка. Это ещё не всё, на всех грядках появилось, я понял. Так, отлично, квестик сделали. Левел-ап, кстати говоря, у нас с вами отлично. Можно будет прокачаться немножко. Так, но денег мы с этого, к сожалению, не получили. Но получили ингредиенты, которые, в принципе, могут в дальнейшем нам пригодиться. Тоже неплохо. Ладно. Так, хорошо, тогда что мы с вами дальше делаем? Плохой отдых? Яблочные деревья, да? Поговорить с одним из товарищей наших, собственно, и спросить об этом. Давайте спросим. Где он там тусуется у нас? Наверное, где-нибудь бегает за деревьями или за камнями. Подожди, постой, подожди, что я... Подожди меня, пожалуйста. Так, вот когда я к ним бегаю, они меня не ждут. Блин, когда я... Так, они за мной бегают, так, пожалуйста, постоянно. Так, что за квестик? В общем, короче, нашла она яблочко. Нам нужно принести это яблоко теперь туда, в магический фонтан этот самый. Около руин. И что-то с ним, видимо, сделать. Окей. Давайте сделаем. Так, а нам дали яблочко? Да, вот она. Наливное. А, нет, не понял. Подожди, нам нужно куда-то не туда. Bring the apple to the magic pool near the ruins. Так, а почему нам показывают куда-то сюда? Хм. Ну ладно, давайте. Почему-то квест нам... А, боже ты мой, квест у меня почему-то сменился. Я думаю, что за фигня. Все, верно, верно. Бежим, бежим туда. Так, а вот мы, собственно, и к фонтанчику пришли. Ну давайте используем. Ага. Принести магическое яблоко обратно нашему поселенцу. Давайте. Так и сделаем. Так, ну что, где-то там есть? Так, вот ты, нет, нет, ты нам нужна. Держи свое яблочко. Отлично, плюс денежки. Замечательно. Так, и у нее появились деревья теперь около ее дома. Балдеж. Плюс сад у кого-то. Давайте посмотрим, где ты живешь, интересно. Где твой домик? Я хочу глянуть на этот сад. А, во-во-во, вижу яблони, смотрите. Правда, яблони растет. Прикольно. Правда, всего лишь одна и какая-то странная немножко. Но тем не менее. Довольно забавно. Так, хорошо, у нас с вами пока есть один квест. Да, давайте поговорим, собственно, с нашим фермером. Вот с ним нужно поговорить по поводу этого квеста. Мне нужны деньги, блин, дайте мне денег, пожалуйста. Квест. Я, говорит, чувствую себя не очень и лекарства не помогают. Зелень не помогает. Мне нужны какие-то горькие луковицы. Мог бы ты принести их, использовать специальный нож? Ну, давай. Хорошо, что за... Во-первых, нож посмотрим. Ну, вот квестовый предмет опять кипятной. И сейчас мне прям даже охота посмотреть, что такие за луковицы непонятные, горькие, якобы. Ну, мы с вами сейчас видим... А, что это такое? Там впереди что-то такое? А, нет, это же просто какая-то листва падает. Нет, это просто листва, похоже. Ну, да. Ладно, посмотрим. Интересненько. Давайте добежим до места хотя бы. Так, я впереди, кажется, что-то вижу, но я не вижу точно, что это. Просто место, где растет, видимо, да? Ага, вот это оно. Это явно оно. Давайте собирать. Так. А, это все, да? Просто собрали, но дальше так и будет здесь расти. А, ладно, хорошо. Возвращаемся обратно. Знаете, такие сейчас квестики напоминают стили ММОши каких-нибудь. Типа, там, не знаю, убей 10 мяса, принеси 10 кабанов, там, вот это все. Так, ну что, дружище, держи твои... Боже мой, эти пройти-то. Твои 10 луковиц. Так, ать. Плюс 81 деньга, но хоть так, спасибо большое. 282 деньги, все по-прежнему мало. Так, что у нас там? У нас 2 скиллпоинт целых есть. Я, пожалуй, наверное, еще увеличу. Ай, серьезно, это максимально на 3 можно прокачать? Ну, пока что, видимо, да. Хорошо, тогда я сейчас сокращу перезарядку наших умений супер-классных. Так, и все-таки щит тоже немножко усилю вот так сделаем. Ладно, хорошо. То есть нас с вами сейчас что получается? Ну, ждать новых квестов, да? Либо бежать, смотреть, что там можем с вами чем поторговать. Да и себе хотелось бы скрафчить все-таки сет еще до конца. У нас сейчас тут, считайте, щит не скрафчен, да? И... Часть одна. Бронимина. А вот и квест появился, кстати говоря. Ночное небо. Нужно поговорить с фермером. Так, ну давайте поговорим, что за ночное небо. Выполним еще один квестик. И получим, возможно, деньжат. Я надеюсь. Так, здрасте. Ого, мы можем, говорит, сделать телескоп, если ты соберешь правильные части, ингредиенты. Вау. Давайте, я хочу телескоп сделать. Так, надо, в сумме, наверное, найти... Найти песок, чтобы сделать стекло для телескопа. Для линзы, точнее. Блин, прикольно. Давайте соберем. Мне прям даже очень интересно посмотреть на этот самый телескоп, как он будет потом выглядеть. И можно ли самое главное будет через него наблюдать за этим небом? Вот в чем вопрос. Так, ну что, где тут песочек-то? А, или так прилагают эти кучки, наверное, да? Нужно раскапывать или еще с ними где-то. А, просто собрать. Окей. Как скажете. Так даже проще. Так, а может быть и не так-то. Просто и собрать будет. Потому что там что? Правильно. Лагерь крысюков. Тут они, видимо, тоже любуются восходом солнца. Смотрите-ка на них. Романтика. Ну, давай, подходи ко мне. Опа. Мерзкий крысюк. Это последний твой восход, мне кажется. И твой тоже, кстати говоря. Давай-давай. Ну, ты будешь бить меня или нет? Я сейчас сам ударю тогда. Давай, бей. Ну, прям в щит бей, ну же. А если он со глаз ослепит? Я, кажется, понял его план. Он хотел меня ослепить, но ничего не вышло. Давай еще раз бей. Молодец. О, нифига себе у него удар какой был. Видали? Там два раза, что-то, видимо, какой-то тоже суперудар. Но ничего, я тоже как бы могу так бить. Опа. Ау. Больно, вообще-то, знаешь, что с заточками я ударил. Все. Плюс сундучок с лутом. Так, опять эти бошки. Крысиные. Ну, забираем. И мы с вами двигаемся дальше, чтобы собирать еще больше песка. Только что-то пока не вижу. А. Все. Типа собрался. Видимо, не прогрузился, что ли. Так, и теперь нам с вами нужно здесь, в кузнице, сделать, видимо, как раз-таки линзы. Да, ну давайте посмотрим. Крафт. Так, обычно у тебя здесь бывает где-то сверху. Ага. Или не бывает. Сейчас поищу, конечно. Пока я что-то, честно говоря, не вижу, чтобы можно было что-то крафтить из песка. Написано просто, мол, используя печь. А, понял. Значит, таким образом использовать. Окей, сделано. Хорошо. Видимо, возвращаемся к нашему фермеру. И давайте отдадим части. Части телескопа. Так, кому нужно отдать? А, доставить телескоп. Точнее, линзы. Окей. Все, да, это сделано было. Так, держи. Мы тебя отдали плюс деньги. Хорошо. Эти линзы просто прекрасные. Около ее... А, ну, видимо, просто тоже украшение будет, да, около ее дома. А, вот телескоп, кстати говоря. Но мы вряд ли можем смотреть через него. Ну, фиг его. Да, к сожалению. Или можем, подождите-ка. You can only use this couple... А, ночью можно будет посмотреть. Блин, прикольно. Нужно будет обязательно использовать его. Хочу прям глянуть. Что-то такое будет интересное. Так, давайте-ка докрафтим последнюю часть сета. Ну, не считая щита, конечно же, да. Так. О-о-о. Получились улучшенные. Смотрите-ка. Masterwork Iron Brace. Плюс два дополнительных еще. Две хпшечки дополнительно дают. Неплохо, неплохо. Так, ну и все. Пока, опять же, у нас с ними ничего нет. Нужно будет подбывать продукты, когда получается. Но сейчас нет проблемки. У нас появился квестик. Пойду-ка я разрушу два лагеря. Возле нашего города. Надеюсь, денег тут. Ну, и какой-то луч с ним тоже упадет. В любом случае, полезно будет. Кажется, вижу первый лагерь. И это крысюки. Ну, давайте, крысюки, наваливайтесь. Попробуйте что-нибудь здесь сделать. Если получится. Как-нибудь, если кишка, а не танка. Так, вот только можно по одному. Как же... Опа. Так, видали, как могу? Акробат, блин. Так, ну давай теперь с тобой. Ага, а теперь я. Опять куда-то суперудар улетел в никуда. Да что такое? Это справедливо. Я хотел его ударить. Так, а теперь давай, ну. Во. Наконец-то, неужели. Жахнул как следует. Давай, бей. Я пока накоплю тоже силы немножко. Так, теперь я. Опа. Нет, не хватило немножко добить. О, чуть-чуть. Давай. Так, а теперь я опять. Опа. Отлично, разобрались. Что у нас тут есть? Куча всякого лута. Блин, у нас с вами этих каренев тоже уже. Там дофига и больше. Ну и здесь еще очередной лагерь крысыков. Давайте с ними разбираться так же будем. Так, неплохо. Неплохое начало хотя бы. Суперудар улетел куда нужно, а не просто в воздух. Так, спокойно, спокойно. Только давайте по одному, ребят, ладно? А если так? Опа. Как же он отлетает. Как же он отлетает. Ё-моё, просто жизнь. Так, минус один. Ну давай, дружище, я остался один. Выходи ко мне еще, чтобы не сгореть бы, главное. Опа. Как ты вовремя ко мне подошел. Прямо на все хпшечко. Оп, не попал. Ну, не расстраивайся, дружище. В следующий раз тебе обязательно повезет. Так, квестик готов. И мы получаем немножко денег за это. 110. О, балдеж. И опять куча лута. Куча, куча, куча. Так, забираем. Блин, я пошел пособирать шахту руду железную, а нашел новую руду. Класс, только я думаю, что нам сейчас, наверное... Мне кажется, что я сейчас не могу переплавить, потому что я видел, там есть какие-то более апгрейзенные версии кузницы вроде как. Но нам до них еще нужно добраться. Ну окей, наскладство с багрем. Мне сейчас главное пособирать побольше железяк. О, вот это вот айрон, это то, что нам не надо. Я хочу себе просто еще щит сделать, чтобы целиком в айроне бегать хотя бы в железке. Так, а сколько нам там на щит-то нужно было на А, ну 14, у нас 3 есть, и здесь будет 11. Или сколько там, подождите, 11? Да, по идее, да. Ровненько что ли хватит? Да ладно. Вау, повезло, класс. Ну, значит, плюс щит. Давайте сделаем. Так, айроншилд. Найс. Опа. О-о-о, клевый щит-то получился, смотрите, тоже балдеж. Так, хорошо, меняем. Это можно будет продать заодно. Все, мы с вами полностью в железе. Железное оружие, железный клевый щит, который нас будет защищать, и бронька также. Железная. Отлично. У нас с вами появился квестик от Гоблина, кстати, от нашего знакомого торгаша. Мы обязательно к нему сбегаем, посмотрим, что он там такое хочет от нас. Проверим, выполним. Ну и будем зарабатывать чехонечку деньжата, конечно, чтобы строить наше поселение. Дальше. На сегодня мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте комментировать и нажимать на колокольчик. А мы с вами, как всегда, увидимся. Всем до скорого. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok